Большая разница Добрый вечер, друзья! Александр, что вы делаете, простите? А я изучил язык танца и теперь на нем разговариваю со зрителями. Вот я поздоровался, вот я обещаю много интересного. И самое в этом главное, что вы меня не можете перебить. Я вас, собственно, не пытаюсь. Александр, вы знаете, что нас снимают сейчас? Неправда? А, нас снимают? Да, Александр. И могут выложить вот этот ролик в интернет, приклеить Гаррика Мартиросяна, подложить песню группы «Комбинация» и знаете, с кем вам тогда придется конкурировать? Все, я понял. В эфире «Большая разница». Здравствуйте, друзья! Пойдемте, Александр, и там спокойно. Александр, а почему вы отказались принимать участие в телевизионном танцевальном шоу? Другими словами, почему вы не крузите барабасом, Александр, перед камерой? А чего вы, Иван, не участвуете вот в этом шоу, где все на коньках катаются? Я бы хотел посмотреть, как вы на своих кривеньких ножках-то ковыляли на конечках по льду. Кстати, я, Александр, не буду вам отвечать, я возьму музыкальную паузу, Александр. Что-то вы не будете отвечать. Ну, да соврите что-нибудь, как вы умеете. Я поехал вести Евровидение, например. Знаете что, Александр? Я вам лучше скажу. Вы идите, раз вы такой умный... Я пойду. И принимайте участие в телевизионном шоу «Что, где, когда со звездами». Кстати, у нас сейчас будет пародия на это шоу. А в качестве звезд мы выбрали Анастасию Волочкову и Тимур Родригес. Идите сюда. Анастасия Волочкова и Тимур Родригес. Большое радие. Тимур, добрый вечер. Прошу вас. Анастасия. Ох, Анастасия. Александр, у кого из нас больше перстень? У меня. Да, прошу вас. Нет, Александр, я говорю не про личную коллекцию, а про руки Насти. Настя, здравствуйте. Берите микрофон. Тимур, берите микрофон. Мы очень рады вас видеть. Мы еще больше. Давайте так, вы же видели программу «Что, где, когда». Я могу сказать, Иван, каким-то случайным совершенно образом так совпало, вы наверняка об этом не знали. Буквально, наверное, месяц назад я участвовал в этой программе на Украине, где тоже любят мою музыку. Именно поэтому меня пригласили. Но вопросы там проще, поэтому Украина. Да. А вам доводилось ли, Настя, участвовать? Да, смотреть – да, танцевать – нет. Смотреть – да, танцевать – нет. Это напоминает прескурант в сауне. Дорогая Настя, вот я, например, у нас с Сашей, я когда смотрю, я очень волнуюсь. Я редко угадываю ответы на вопросы, но я всегда переживаю. Саша волнует, конечно, кому достанутся деньги из телезрителей. Я тоже редко отгадываю, это правда. Я отгадываю редко, потому что там слишком умные люди собираются. Там собираются слишком умные люди. Так вот, друзья, для вас сюрприз. Никакого украинского клуба «Что, где, когда» в нашем, в российском, в родном клубе «Что, где, когда» Вы – собственной персоной. Вы – собственной персоной. Для того, чтобы увидеть пародию. Настя, вам нужно сделать… Пируэт. Вам нужно сделать пируэт и батман-тандю гран-плие в сторону… Гран-плие? Настя замечает. Саша, ну теперь ты повтори это движение. Тимур, теперь сделайте, пожалуйста, тоже… А мне попытаться увернуться при этом. Гран-батман. Спасибо. Гран-батман, не надо. Саша, сделай гран-батман, который для тебя гран-батман, а для Насти гран-плие. Мы с Настей смеемся, потому что мы занимались в Академии Вагановой. Пожалуйста, подкройте задовес. Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем весеннюю серию игр «Что, где, когда». И сегодня против команды телезрителей будет играть команда… А где у нас здесь капитанское кресло? Вот это нет, вот это, а, пожестче. Добрый вечер. Господин Друзь. Да, господин Вилюшин. Что да, зачем вы уселись в кресло капитана? Встаньте и вернитесь к собратьям по IQ. Дело в том, что сегодня моя очередь играть. Ваша очередь позавчера, Александр. Спокойно. Я сам. Будьте реалистом. Сегодня зрители хотят видеть шоу, поэтому сегодня играют… Беспартийная фотомодель Анастасия Волочкова. Гламурный шипсдик Тимур Родригес. Здравствуйте, друзья. Близкий родственник всех одиноких женщин Стас Михайлов. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие мои. Счастья вам. Вашим детям, вашим семьям. Спасибо. Славянофил-путешественник, автор бестселлера «Смешные вывески Башкирии» Михаил Задорнов. Тихо, 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 рано, рано. По моей команде. Готовы? Теперь можно. Человек, который зарабатывает деньги своим собственным присутствием – Ксения Собчак. Здравствуйте, здравствуйте. И, наконец, капитан команды, режиссер фильмов для всей своей семьи – Никита Михалков. Клеска моя, это капитанское кресло. Ну, давай, 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 сама, 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 сама. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, внимание, первый раунд. Я прошу помощника. Спасибо. Братики мои, ну-ка, взялись. Ну. Три. Супер Блиц Таганрог. Супер Блиц. Тихо, 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 Таганрог. Я был в Таганроге. Центральная улица. Табличка на скотобойне. Готовы? Я готов. Я готов, Миша, давай. Давай, Миша, жги. Я готов. Давай, жги уже. Ой, я прослушала. Ты сейчас про Америку будешь, да? Я люблю про тупых. Уважаемые игроки, я попрошу вас сосредоточиться. Внимание, вопрос. В июле 2009 года в нашем городе состоялся концерт Стаса Михайлова. Стас, твои песни поразили меня до глубины души. И я хочу от тебя ребенка. Спасибо тебе, родная. Я попрошу помощника убрать это письмо и переиграть раунд. Спасибо тебе. Спасибо тебе, родная моя Вика Дерлюк из Конотопа. Спасибо. Спасибо тебе. Прежде чем мы начнем 257-й раунд, я хочу спросить своего помощника. У нас остались хоть какие-нибудь вопросы, не связанные с размножением Стаса Михайлова? Понятно. Покажите госпожу Собчак. Анастасия, Ксения, ну что это такое? Ну что ж так вяло, активнее. Я же знаю, что вы можете. Так, ну все, все, стоп. Ну что вы так... Итак, внимание, остался один вопрос. С вами играет Михаил Никитков. Город Москва. Свой вопрос телезритель снял сам. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, я особенно совершенно замечательный капитан. Вы только что посмотрели отрывок из совершенно замечательного фильма, снятого совершенно замечательным режиссером. Вопрос простой. Кто этот режиссер? Итак, у вас одна минута. Нет, ну мне кажется, вопрос легче не бывает. Ну всем же понятно, что это за фильм. Да? Я не смотрел. Я тоже. Я. Я не понял, что... Никто, что ли, не смотрел? Дорогие друзья, по-моему, все очевидно. Есть вопрос, но нет ответа. Ай-яй-яй-яшечки. Ой-яй-яй-яшечки, все пропало. Мы пропали, друзья. Все-все-все-все-все. Я понял. Ну тупые. Давайте возьмем помощь клуба. О, первая умная мысль за вечер. Все, все, а ты куда? Как куда? В клуб? Ха-ха-ха. Ты дура. Слушай, ты я посмотрю умная. Давай отвечай. Господин ведущий, этот фильм... Тарантино. Что? Сравни гения с Тарантиной. 1-0 в пользу телезрителей. Родные мои, это очко для вас. Ну тупые. А ведь правильно, Волочкова, от славянского воля и очко, которое по своей воле телезрителям. Господин ведущий, господин ведущий, я хочу сделать заявление. Я не знала ответа на этот вопрос. Меня просто тупо подставил вот эта дрянь. И вообще, я не желаю больше находиться в рядах этой ебаной команды. Спасибо, родная. Счастья и любви тебе. Спасибо, родная. И в заключение, по традиции, господин Гусельников объявит лучшего игрока. Сегодня тут и думать нечего, господин ведущий. Мы считаем, что лучший игрок Анна Чапа. Ну что ж, я на самом деле так и думал. Анна получает карту Бингомбанка и место в совете директоров. Но и это еще не все. Анна, вы получаете пиджак магистра игры. Господин Друзь, отдайте пиджак. Я прошу помощника. Наш эфир подошел к концу. В следующей игре с телезрителями встретится команда братьев Запашных со своими питомцами. До свидания. Счастья вам и любви, родные мои. Большая разница. Ну что, друзья, вот так мы себе это представили. Так могла бы проходить съемка телевизионного шоу «Что, где, когда», если бы приглашали туда Тимура и Настю. Ну расскажите ваши впечатления, Тимур. Ну, во-первых, очень похоже. Я сейчас и про человека, который, собственно говоря, пародировал меня. Абсолютное попадание, стопроцентное. Это большая удача. И вообще, я считаю, что меня здесь балуют, потому что уже третья пародия в большой разнице. И каждый раз новые люди. И каждый раз новые люди, да. После этого можно, в принципе, не работать несколько лет. Вот. Или работать всем вместе. Человек как раз подсмотрел, когда ты снимался в Украине «В что, где, когда». Это Андрей Бедняков, он оттуда, из Киева. Шикарно, шикарно. Оттуда, из Киева. Саша объясняет это тем, что он подсматривает. Я объясняю тем, что просто в Украине артисты дешевле. Настя, как вам? Меня кто-то, видимо, не только подсмотрел, но и подслушал на радио. Ну, действительно, я смеялась до слез, честно. Ну, просто попадание в десяточку. Настя, как вам вообще относитесь к пародиям? Потому что у нас действительно вот есть человек, который вас так потрясающе показывает, пародирует. Ой, я больше всего положительных эмоций испытываю, когда я могу посмеяться над собой, вот так от души. Поэтому спасибо тому человеку, кто это сделал. Вообще, тому, кто придумал. Это же потрясающее шоу, на самом деле. Это разные люди совершенно. Человек, который сделал, человек, который придумал. А исполнил. А человек, который сделал карьеру себе на пародиях на вас, это Дима Малошенко. Скажите, ну, как же происходит ваша жизнь сейчас? Нам было так просто вас пригласить, но была же какая-то, вы сами писали в прессе, была какая-то компания, снимали программы. Да, да, стоп-лист, видимо, он уже закончил. Стоп-лист, да, то есть снимали программы с вашим участием. Теперь вперед лист. Настя, и шансов, что это интервью выйдет, тоже немного, если честно. Да, кстати, так что попадут сразу все здесь присутствующие. Вот именно. На самом деле, прекрасная у меня жизнь, концерты, продолжаются встречи с детишками. Танцую в Украине, на Майдансе, на площадях перед детьми. Вы танцуете на площадях теперь, да? На вокзалах? С детишками. На привокзальной, где тысяча детей рядом. На привокзальной тысячу людей выходят, а тут Волочкова танцует. Настя, ну, конечно, всех взбудоражило, а Саша в корне изменила жизнь вашей знаменитой фотосессии. Будут ли какие-то развития в этом направлении? Я человек очень спонтанный, понимаешь? Поэтому в плане развития я не знаю, что будет дальше. Ну, что-то будет. Настя, я не могу с вами не обсудить важнейшее событие этого года, а именно роль Натали Портман, которая принесла ей заслуженный Оскар и, конечно, «Черный лебедь». Мы, люди далекие от балета, кто по физическим причинам, кто просто... Кто по уму. Спасибо. Мы, конечно, для нас был приоткрыт занавес, и мы обнаружили, что, оказывается, такие вещи происходят в балете. Правда ли, что, может быть, где-то там, где мы не знаем и не видим, есть другая Анастасия Волочкова? На самом деле, происходят в театральном мире гораздо худшие вещи, но фильм потрясающий, и там приоткрыто завеса... Самая отвратительная гадость, подлянка, которую, поганка, которую завернули вам ваши, назовем их так, коллеги. Ну, знаете, был момент, да, во время «Лебединого озера» я танцевала «Белого лебедя», и во время первого акта добрые люди срезали всю отделку с моего костюма как раз «Черного лебедя», и мне пришлось выйти на сцену «Белый лебедя», ну, не голый, но в пачке, на которой не было ни одного камня. Ну, голая в пачке, но это практически голая. Голая в пачке, да, я, кстати, вы знаете, выходила со слезами на глазах, но внутри была такая сила показать, что не пачка украшает балетная балерина, а балерина сцену освещает своим присутствием. Скажите, ну, когда вы после этого прошли годы, и вы, случайно, придя в гости к Николаю Цискоридзе, обнаружили эту отделку, что вы подумали? Коля сам позвонил и признался. Шутка. Настя, вы понимаете, вы столько даете информационных поводов. Мы не успеваем всегда. Да я просто самоходящий информационный повод, ну что с этим поделать? Я еще конным спортом занимаюсь, вот, наверное, приглашаю. Конным спортом? Вот лошади-то повезло, которые носят. У меня конь. Конь? Друзья, у нас в гостях Анастасия Булачкова и Тимур Родригес, которые только что посмотрели пародию. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо. Настя. Тимур Родригес, Настя Булачкова. Спасибо. Спасибо огромное. Ой, Саша, Саша. Я говорил, поехали на море. Большая разница. Иван, а мне поклонница письмо прислала... Вам поклонница прислала письмо? Да, только нет. Подождите, это не тот ли голубь, которого я видел на входе? Нет, 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 нет. Не расстраивайтесь. Лучше я сейчас буду цитировать. Процитируйте, пожалуйста, письмо. Александр, пишет поклонница. Вы, безусловно, являетесь одним из самых талантливых ведущих на нашем телевидении. Давайте-ка я прочитаю дальше. Но это не дает вам право каждую ночь смотреть голые смешные на полной громкости с уважением. Ваши соседи, Александр. Дайте сюда. Просто не все люди понимают в искусстве, разбираются и при этом еще почему-то умудряются жить по соседству. Александр, ваше счастье, что ритуальные убийства запрещены в нашей стране административным законодательством. Друзья, пародия на телевизионное шоу ЖКХ про соседей. Прямо сейчас. Большая разница. Здравствуйте. В эфире программа ЖКХ. Жимолость, кентавр, хиромантия. Именно так сегодня мы расшифровали аббревиатуру нашей телепередачи, так как другие более или менее логичные фразы уже закончились. Что делать, если соседи достали? Как бороться с ними? Именно об этом и пойдет сегодня речь. И я хочу пригласить в студию жертву соседского беспредела Зинаиду Ивановну. Если горячо, вы вентиль против часовой стрелки. Покрутите, пожалуйста. Да, вот. Вот так хорошо. Хорошо. Да. Не трогайте пока трубу пару минут. Хорошо? Расскажите, пожалуйста, что вас привело в нашу передачу? Это сволочи! Отморозки какие-то! Как так можно? Развели кошек! Это же надо! У меня по ночам люстра ходуном ходит! В подъезде вонь! Лифт загадили! Вот управы на них нет! Вот был бы Миша жив! У него наган был! Он бы всех пристрелил! Чертовой матери! Зинаида Ивановна, милая, успокойтесь, пожалуйста. Мы профессионалы своего дела. Мы поможем наказать ваших соседей. Как там, кстати, труба? Потрогайте, пожалуйста. Она только мьется. Так бывает, когда холодную открываешь. Вы ногой легонечко ударите. Еще раз. Вот, отлично. Пока ничего не трогайте. Я напоминаю, что это программа ЖКХ. Жаба, Копенгаген, Хворост. В которой мы обязательно решим проблему этой бедной пенсионерки. И поможет нам в этом заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Борщевский. Здравствуйте, господин Борщевский. Здравствуйте, господин ведущий. Я здесь. А? Да, здравствуйте. Вот послушайте, пожалуйста, страждущую бабушку. Зинаида Ивановна, пожалуйста. Это сволочи отморозки какие-то! Как так можно? Развели кошек! Так, стоп, 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 стоп. Давайте сразу перейдем к сути дела. У вас есть деньги на заслуженного юриста? У нас есть деньги? Михаил Юрьевич. Ой, извините, автоматически вырвалось. Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Расскажите, кто именно обидел вас? Я помогу, даю слово. Это соседи сверху. Их, как их, запашные. Секундочку. Вы имеете в виду известных братьев-дрессировщиков? О, это ж скокосник можно содрать. Ха, черт! Холодная какая. Зинаида Ивановна, вентиль чуть-чуть против часовой и надавительный. Ага, вот так отлично. И минут сорок вообще его не против. А я приглашаю в студию виновников бабушкиного дискомфорта братьев-запашных. Здравствуйте. 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 Вы знаете, в нашей программе ЖКХ, Жульен, Копыта, Хордовые, я видела много безответственных людей, но таких, как вы... Да, послушайте, мы давно просили, чтобы нас переселили в отдельный дом. Собрали почти все документы, но в БТИ огромные очереди, а цирковой ЖКХ жилплощадь тигру предоставить не может, поскольку... Посмотрите, вы что, тигра в квартире держите? Ну да. А что такого? Это же не Ротвеллер, а безбашенный какой-нибудь. Лецефир очень воспитанный, ласковый зверек. Прелесть какая. Я еще идти сюда не хотел. Ласковый зверек? Мы посылали к вам съемочную группу. И что? Вот что осталось от нашего съемочного материала. А вот что осталось от нашего оператора, Ильи Павловича. Это ты его научил дверь открывать. Ага, ну да, конечно, я и виноват. Ага. Кормить его надо нормально. Котик располнил, переводи его на овощи. Так, все. Тихо. Вот, вы знаете, вам повезло, что Илья Павлович в юности хорошо бегал, пока на телевидение не попал и пить не начал. Ой, бабуля, чую я дачу в этом году дострою. И тебе останется. Знаете что? Я надеюсь, что с помощью нашего сегодняшнего эксперта, следующие лет десять вы будете засовывать свои головы в пасти магаданским барсукам. А потом... Что это было? Ты что, опять его на ключ не закрыл? Я закрывал? Он, наверное, запасные нашел. Его сегодня кормил? Ну да, овощами. Немедленно уберите животное отсюда. А как убрать? У нас на входе охрана хрустает обрала. А зря вы его животным-то обозвали. Голодного. Все, конец адвокату. Браво, Люцифер, браво. Кыс-кыс-кыс, милый котик. Я напоследок вот что еще хотела сказать. Сколько замечательных законопослушных семей в России страдает от несправедливых старушечьих доносов. Это была программа ЖКХ. Жульен Келдыш Хромосомы. Пишите нам. Ну, попробуем восстановить справедливость. До свидания. Александр, а представляете, как было бы здорово совместить советские и американские фильмы? Взять их и склеить. Получилось бы, например, «Девять с половиной недель» или «Новые приключения неуловимых». «Любовь и матрица». «Чужой меняет профессию». «Терминатор слезам не верит». «В джазе только девчата». Александр всемогущий. Александр, а тут как раз некоторые исключения исправил, поэтому я приглашаю прямо сейчас к нам уникальных людей. Звездную команду телевизионного художественного сериала «Реальные пацаны». Мария Скорницкая, Валентина Мазунина и продюсер сериала Дмитрий Пачули. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Валя. Здравствуйте, Дмитрий. Разбирайте микрофоны. Здравствуйте, спасибо огромное за то, что нашли время. Вы необычайно занятые люди. Сейчас в «Зените» находят сериал. Я объясню, почему вас пригласили. У нас такая сложная ситуация. Сейчас будет пародия. Пародия будет не на вас. Пародия будет на тот уникальный, неповторимый стиль общения, который стал благодаря вашему сериалу необычайно распространен. Вот когда герои в сериале разговаривают на очень простом, свободном, я бы даже сказал, на расслабленном русском языке. Вот для того, чтобы мы и зритель понял, о чем идет речь, вы не могли бы сейчас с нами, ну, чуть-чуть пообщаться вот тем языком, которым вы общаетесь в сериале, а потом будет понятно, почему мы это просим. Вы как эталоны вот такого стиля. Ребята, вы вообще такие красивые. Вообще особенно. Вот особенно. Особенно Александр. Видишь, девочки-актрисы и хорошие показывают на тебя, но думают про меня. А что вы думаете про Ивана? Это первская школа. Что вы думаете про Ивана? Мы думаем про Ивана. Мы думаем про Ивана. Слушайте, а скажите, насколько сложно вам было научиться, потому что я знаю прекрасная пермская драма, знаменитая, все-таки, конечно, разговаривают по-другому совершенно, в театре. Соответственно, насколько вам сложно было перейти, потому что Диме-то несложно, он на этом языке говорит всю жизнь. Да, нам тоже несложно. Мы все родились в Перми, конечно. То есть хотите сказать, что так все разговаривают в Перми, как в сериале «Реальные пацаны»? Ну, примерно так, да. Практически. Это при том, что Пермь сейчас одна из культурных столиц, понимаете, там развивается, современное искусство. Нет, ну, конечно, утрировано, там утрировано чуть-чуть, но в принципе, вот если послушать на улицах, то можно услышать. А не кажется, что жители города Перми немножко даже подыгрывают этой ситуации? А, может быть. Ну, так-то оно понятно, как говорят герои сериала. Ну, так-то да. Мы решили представить, что было бы, если бы герои известного фильма «Властелин колец» вдруг заговорили в таком стиле, скажем так. И поэтому прямо сейчас специально для вас, друзья, впервые премьера фильма, который называется «Реальные хоббиты». На нашем экране, пожалуйста, смотрите. Именно ты, Фродо, должен нести это кольцо. Да не, я не могу, Гэндальф. У меня это, завтра типа, ну, встреча важная. Я сейчас что-то не понял, Фродяна. Ну, помоги дедушке Гэндальфу-то, а. Плевое дело, отнес кольцо, бросил лаву назад, все. Да не, я так-то понимаю, может, я неделю как-нибудь сгоняю? А нельзя медлить-то нам, я тебе сейчас что-то два часа здесь распинался, вот это. Именно ты, Фродо, вот это сейчас что сейчас это было, а? Тима-то сгущается, накрывает район за районом. Так, давай, собирай вещи там уже свои. Да я это, Гэндальф, ну, я, я постирался только что, у меня носки еще не высохли. А трусы у тебя еще не высохли? Ведь трусы не высохли. Так хоры отмазываются. Босиком пойдешь. Давай до Мордора и обратно. Куда? До Мордора? А что мы сейчас так испугались, а? Ну, возьми с собой этих утырков. Эльфа и гнома. И вот оператора прикрути, может, он по дороге киношку прикольную снимет, а? Ну, Мордор так-то вообще стрёмный райончик. Ну, Гэндальфу отказать себе дороже. Я, правда, вообще ничего не понял, что он говорил. Кольца там какие-то, тьма сгущается какая-то. В общем, лажа какая-то. Гэндальф! Гэндальф! Да тихо вы! Уроды! Что такое, Фродя? Что-то мне поплохело как-то. Точно. Похавать надо. В роха не похаваешь. Да нет, кольцо, грудину печёт нереально просто. Ну, что, радиоактивное какое-то? Может, вы его поносите хотя бы денёк, а? Фродян, я тебе сто раз уже объяснял. Если б так всё было просто, я бы вас, дебилов, вообще с собой не брал. Если я его возьму, я таких дел натворю. Мамы, не горюй, привет девяностые. Фродян! Тихо! А ну, прыгнули все. Фродян! А то не Фродян! Всё. Пришло. Кендаль, это что такое сейчас было-то? Да я это конкурент один. Мы когда-то с ним вместе светом занимались. Ну, всё, нытики, пошли. Вон, впереди Рохан виден. Ура! Похаваем! 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 Ну, в натуре, утыроки. Давай, начинать. А, утырок! Слышь, ты, борода-то, мне сейчас топором своим на ногу... Мне не нравится, давай начинай! Ну, короче, начали уже. Короче, мы с Гимли, ну, за компанию пошли. Ну, мы только вот не понимаем, почему вот все пешкодралом-то пошли, когда можно на Орлах гораздо быстрее. А вообще-то я считаю, что Гендальф слабый мах. Слышь. Что? Либо резку закрой, про Гендальф и такие визы. А что тебе не нравится? Ау, тырок! Игорь Сергеевич, мне бы это... А чего тебе, Базанов, ну? Ну, от помощи, это... Свадьба у меня скоро. Слушай, Базанов, я бы на твоем месте вообще раз 300 подумал. Она же эльфийка. Ну, так она бывшая эльфийка, Игорь Сергеевич. Завязала, она уже давно Орчиха. Слушай, ладно, это твоя жизнь, тебе с ней жить. Вон, бери лист бумаги и пиши. А, да. А что писать? Ну, заявление там на это, на имя Саурона. Саурон? Да. Э! Что-то не понял я, э! А вы куда это? Мордор, командир. Какой мордор? Мордор не положено. Что значит не положено? Ты что? Что за беспредел, Игорь? Ну? Ты что, страх совсем потерял? А вот это хамить-то не надо мне здесь? Ага. А то я могу, это, троллей вызвать. Игорь Сергеевич, ну, нам очень надо. Ну, будьте вот человеком-то. Слушай, Фредиан, ты вообще думаешь иногда, что ты говоришь-то вообще? Какой я тебе человек? Я орк при исполнении. Давайте быстро эти топоры у вас и там мечи. Луки. Луки, Иван Сергеевич. Базанов, давай оформляй тут, не умничай. Хорошо, а в смысле? Ну, в смысле, ну, встань, убей, сожри, и протокол состав. Ага. Хорошо. Будьте добры, отдайте ваш посох, пожалуйста. Да пошел ты! Хорошо. Так, стоять, Базанов. Я сказал, хамить не надо мне здесь, ладно? Призадка не есть вообще. И вообще, что ты там сидишь? Вы иди сюда, иди сюда. Ой, что, я вот пришел, что дальше? Ну, ну. Что такое? А что такое? Так что такое? Да нет, кто ты такой? Что ты хочешь? Пожалуйста, я не вижу. Пусть они тут сами разбираются. Пойдем. Все, погонишь! Я считаю, что я правильно поступил вообще. Ну, что? Вот. Потому что нечего им по морду расшляться с этим, с Гендальфом. Вообще, я давно заметил, где этот Гендальф, там всегда одни проблемы, понимаете? Поэтому я принял решение их всех убить и сожрать. Вот. По, как говорится, закону. Ну, что? Что, я кидаю? Давай, я снимаю. Ну, так-то я кидаю, короче. Давай, не тупи. Уже полчаса тут варимся. Блин, что ты меня гонишь, а? Давай хоть раз еще на него посмотрю, посмотрю, посмотрю. Хочешь себе оставь? Да не, не, ладно. Надо выбросить. Ну, сказал выброшу, все, значит выброшу. Да выбросай ты, а что ты здесь варишь, паришь, видишь? Да на, на! Все, выбросил. Успокоился? Успокоился, давай домой пошли. Фу, ты это, Фредиан, ты кольцо-то уже выбросил? Ну, да. Как сказали, так и сделал. А, черт. Тут это такое дело. Понимаешь, у меня в моем молоку не столько складок, карманов. В общем, кольцо это не то. Послушай, я тебе что, что сказать-то хотел? Ты, ты давай по-бырому ко мне домой сейчас сбегай, оно там на полке валяется. И сюда. Опа. Знаете, что, Гэндальф? Что? Я вас, конечно, уважаю, но... Что, что, но? Но вы меня извините. Что извините-то? А вот что? Зея, конечно, не сдержался. Не, ну, он сам виноват. Получается, неделю уперлись, как дураки, непонятно куда. Просто так считаю. Не, ну, Гэндальф, конечно, бак авторитетный. Ну, куда ему против грамотной двоечки? По печени в голову. Вот, витаминчиков ему в больничку занесу. А что, полезно и жевать не надо. Большая разница Ну что же, адаптированный вариант. Не считаете ли вы, Дмитрий, о том, что необходимо для того, чтобы лучше усваивалась классика и мировая литература, может быть, некоторые фильмы, делать адаптационные издания для некоторых жителей нашей страны вот в таком ключе? Да, возможно, возможно, и мы готовы, как компания, это все снимать, делать, но тут не хватает одного маленького момента. У нас обязательно должен какой-то персонаж исправляться. Ну, и, по крайней мере, делать вид, что он это делает. Ага, а скажите тогда, пожалуйста, вот для того, чтобы войти вот в этот принцип общения людей, есть ли какие-то эксперты на площадке, может быть, люди с уголовным прошлым, может быть, люди с уголовным настоящим? Лучший эксперт – это жизнь, как говорится. Стоит немножко отойти, если вы забыли вдруг эту манеру общения, отойти в соседний двор, и там, собственно, где нет охраны, можно поучаствовать. А в соседнем городе уже не разговаривают-то? В соседнем городе? Да. В Кирове, знаете, прекрасно, прекрасно говорят, чудесно. А как в Кирове говорят? Ну, интересно, не повторить. Говорят, интересно, не повторить? Они и сами-то с трудом повторяют. Дорогие друзья, спасибо, что вы приехали, мы желаем вам продолжения, и я надеюсь, что будут какие-то серии, связанные с Москвой. Мария Скорницкая, Валентина Мазулина, Дмитрий Пачулия были в гостях по большой разнице. Спасибо, успехов вам, удачи сериалу. До свидания. Спасибо. До свидания. Ой, Саш, как здорово. Почему мы не разговариваем никогда на нашем языке с вами? Почему, смотрите, ребята сделали веселый сериал, говорят на своем языке. Почему нам с вами не говорить? Ну, вы в кино снимались, Иван, почему вы там так не разговаривали? На своем языке? Удачно совпало, Александр, что в Петербурге в основном все говорят так, как я говорю. А вы почему не говорите на языке вашего детства? Где немецкие фразы, Александр? Я могу говорить на языке, вы ничего не поймете. Да? Да. Вот давайте спросите меня, что я о вас думаю. А я вам отвечу так, как говорят в Петербурге. На вещь, что тут стрибаешь? Уважаемые господа, кто хохла в студию пустил? Заберите, пожалуйста. Большая разница! Александр, продолжайте праздновать 50-летие первого полета человека в космос, Александр. У меня гораздо более серьезные намерения. Ну-ка. Я принял решение, я буду гонщиком Формулы-1. Смотрел соревнования, болел за Виталия Петрова, думал, дойдет до финиша, не дойдет. Знаете, Александр, Виталий тоже смотрит все время наше шоу и думает про вас то же самое. Знаете, Иван, а еще в этом шлеме очень хорошо не видеть вас и не слышать. Александр, давайте я вам закрою. Забрало. Вот так, вот ничего, Александр. Вот так, друзья. А теперь все, кроме Александра, будем смотреть пародию на Виталия Петрова, гонщика Формулы-1. Большой разницы. Финишная прямая, и наш российский гонщик Виталий Петров вырывает третье место. Это наконец-то случилось. Российский гонщик попал в призеры Формулы-1. Ликуй, Россия! Дорогая, я дома. Да, я тебя тут по телеку показываю. Да. Вен, смотри. Ты кто такой? Тебе чего надо? Помогите! Снова подруга сбежала в окно. Без шлема меня не знает никто. Он жизнь не спасал ни раз и ни два. Но жизнь без лица, как зоопашенный без льва. Без шлема я просто в странной куртке мужик. Я то ль водолаз, то ль модный грибник. И на интервью для журнала авто Спросят неловко, а вы кто? Да, я гонщик лихач, так что же, быть водитель с лицом не может. Пусть я в шлеме, в журналах и календарях, Даже в паспорте и на правах. Ведь только в шлеме я известен всему миру. Я популярен, почти Гагарин. Спешат модели все потерепить кумира. Я горд и счастлив снимаю шлем. И вот уже неинтересен всем. Устал я в шлеме Посещать докторов ГАИ и почту Встречу выпускников Чтоб быть в богеме Многим жертвую я Всегда быть в шлеме Судьба Моя Байк, нам какой-то мужик залезал, ты не видел? Большая разница Иван, вы знаете, певцу Алексею Воробьеву была поставлена очень сложная задача. Достойно выступить на Евровидении и при этом ни в коем случае не выиграть. Потому что по бюджету второго такого мероприятия наша страна бы не потянула. Александр, началось-то все плохо. Леша прошел в финал. Вот да. Хорошо еще, хорошо еще, что он не взял фамилию своего продюсера, как хотел, Гечмин Вальдек. Ну, чтобы было проще немцам. Ведь, знаете, это у нас такая странная фамилия. А там-то у них в Дюссельдорфе каждый второй Гечмин Вальдек. У них пруд пруди, у них от мэра Гечмин Вальдека до сорта пива. Кстати, а Вальдек по-немецки не воробей? Нет, Александр, вот практически его угадали. Дело в том, что воробьев в Германии как таковых нет. Вальдек – это вальдшнеп. А Гечмин – это расстояние между копытами лошади. Давайте посмотрим пародию на Алексея Воробьева, который, участвуя в конкурсе Евровидении, спасает Россию. Спаси нас, Алексей. Добрый-добрый вечер, друзья! Меня зовут Андрей Малаков. Мы с вами на чемпионате Европы по песням и пляскам «Евровидение-2011». В этом году честь России на Евровидении будет отстаивать, отплясывать и отпевать одарённый турский парень Алёша Воробьев. Ну а рядом со мной сейчас стоит и переживает автор песни, которую будет исполнять Алексей, всемирно известный хитмейкер Редван Редваныч Хадир Аят. Добрый вечер, Редван! Вы знаете, Редван не сразу разглядел талант Алексея. На это ему понадобилось три банковских дня. Редван, пожалуйста, скажи мне о песне. Да, конечно, с удовольствием. Песня «Get You» я написал в 2004 году. Когда я показал её ребятам, то все они, Леди Гага, Иглесиас, Дженнифер, все очень просили, буквально умоляли меня написать для них что-нибудь совершенно иное. Оказалось, что она просто создана для Алекса Спэрол. И я уверен, что он сегодня выиграет. Тьфу-тьфу! Не дай бог, как говорится. О, друзья, сейчас внимание! Алекса Спэрол, Россия! Ну, Леша, я победил! Друзья, глядя на то, что Алексей сейчас выступает на сцене, трудно представить, что изначально он пытался победить в этом конкурсе. Найдем… Сэрол. Я тебя. Я тебя. Сэрол. Я мастер. Сэрол. Я тебя. Ты. Сэрол. Сэрол. И ты. Сэрол. О, друзья, посмотрите, по-моему, пошла в ход домашняя заготовочка. Этот знаменитый кубанский танец, Трошачок. Браво, Лёша! Погоди, погоди, Андрей, смотри, вон, кажется, в зале двое хлопают. О, это нехороший знак. Да, похоже, у Алекса проблемы. Лёша слишком хорошо. Давай хуже, Лёша. Давай, мы на тебя надеемся, Лёша, давай. Не, ну, посмотри, мне всё равно нравится. Лёша, больше сколёза. Лёша, ну, покажи самую тёмную сторону свою. Лёша, на тебя молится вся наша страна. Они всё равно его любят. А, проклятая тульская харизма. Лёша, ложись. Я не буду ложиться. Что? Что значит не лягу, Лёша? Мы с тобой договаривались, что ты должен лечь после третьего куплета. Я не лягу, потому что я, я русский певец. А русские не ложатся. Стоп, 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 стоп. Ну, друзья, что за достоинство? Что за русский патриотист? Битвы же профессионалы. Что здесь происходит? Лежать! Ты почему не хочешь ложиться, Лёша? Или ты думаешь, мы не найдём такого же талантливого певца, как ты в России? С фамилией Воробьёв? Ну, такого, как я, не найдёте. Сейчас, лежать! Вы молодой человек. Да, да, вы. Как ваша фамилия? Воробьёв. Что? Воробьёв? Я же говорил. Плохо петь умеете? Нет? Мы научим. Выходите к нам. Давай, господа, Алексей Воробьёв! Давайте сразу Яну Чурикову тоже поприветствуем. Яну Чурикова сегодня. Как голос. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Присаживайтесь. Привет, Яна. Ну что, дело серьёзное, друзья. Давайте называть вещи своими именами. Мы все понимаем, что ещё одного финала Евровидения, я как человек, который работал и который получал зарплату... Бюджет России не вынесет? Бюджет России не вынесет в преддверии Олимпиады, потому что нам невыгодно. Мы можем потратиться на финал Евровидения, но потом эти полуголые лыжники от России в Сочи на незастроенных трассах. Без палок. Да. Что вы думаете, Лёш, вот как вот в этой ситуации быть? Я считаю, что если наши лыжники будут полуголые, может быть, им это хоть поможет победить наконец в Олимпиаде. Поэтому я за то, чтобы... Лёш, голый лыжник – это не голый бобслеист. Голому бобслеисту действительно удобнее, но голому лыжнику нет. Ян, Лёш, сильный ли конкурс в этом году? Если говорить профессионально, ну, если сейчас без шуток, без смешков, потому что дело-то серьёзное на самом деле, то действительно в этом году очень сильные конкурсы, очень много очень хороших и сильных конкурсантов. Лёш, ты суеверный человек? Ну, отчасти да. Ну, то есть, ты что-то... Есть какая-то процедура перед выходом на сцену во время ответственного? Саша Чехсуеверный оправдывает, может быть, 300 грамм коньяка. Талисман какой-нибудь, может быть, есть у тебя? Элвис, моя собака. Конечно, Элвис, мы Элвис. Элвис. У Элвиса порода... Вильшкорги Пемброк. Это порода английских королей. Ну, не самих королей, а их собак. Друзья, поаплодируйте. Алексей Воробьёв, Яна Чурикова. Сегодня большое разница. Спасибо. Желаем удачи. Яна, ребёнок. Спасибо. Алексей Воробьёв, Яна Чурикова. Большая разница. Спускается, ребят. Большая разница. А вы знаете, Иван, время-то как бежит. Мы с вами сегодня в 93-й раз заканчиваем программу «Большая разница». О, так у меня для вас подарок, Александр. Да, это тёплые дружеские объятия. Жалко, я забыл их дома. Заберите завтра на охране. Вот за что люблю вас, Иван, и уважаю так за то, что умеете правильный подарок сделать. То раскатистый хохот подарите мне на день рождения, то на 23 февраля дружеский хлопок по плечу. Александр, а мне для вас ничего не жалко. Я просто хотел давно сказать вам. Я люблю тебя, борода. Друзья, это была большая разница на пирам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова